Я не перестал быть инженером. Я просто перешел на более высокий уровень. Стал инженером жизни. Мы так зациклились на обладании, что забываем жить. А смысл жизни в проживании. Какая у тебя любимая пицца? А вот и он, мистер Гаурга Палдас. Как поживаешь? Хорошо, спасибо, Эван. Как ты? Ты в Канаде сейчас? Да, я дома в Канаде, в Торонто. Вся моя семья и друзья в добром здравии, так что мне тут не на что жаловаться. И я очень рад, что ты сегодня с нами. Если кто-то тебя не знает, если хотите почерпнуть мудрость, хотите получить удовольствие, научиться чему-то, то Гаур, пожалуй, один из лучших рассказчиков нашего поколения. Вы просто обязаны посмотреть его канал. Он также недавно выпустил книгу «Путь монаха». Расскажи нам немного о концепции книги. Почему ты решил ее написать и что она даст людям? Спасибо большое, Эван, за добрые слова. И должен сказать, что ты также делаешь потрясающую работу на своем канале, развивая сообщество тех, кто верит в себя. Фантастическая работа. Так что сперва хочу поздравить тебя и выразить тебе свою признательность за то, что ты стараешься сделать этот мир лучшим местом. Спасибо тебе. А что касается книги «Путь монаха», она отправляет нас... Она отправляет нас на 25 лет назад, когда я решил сместить свой ориентир с того, чтобы быть инженером-электриком, на то, чтобы стать монахом. Часто люди спрашивают меня «Почему ты отказался быть инженером?» А я отвечаю, что на самом деле я не перестал быть инженером. Я просто перешел на более высокий уровень. Стал инженером жизни. Инженером своего жизненного пути. Я всегда смотрел на это как на переход от работы с машинами и системами на работу с человеческим потенциалом, управляющим машинами и системами. Я был на одном мероприятии в Сингапуре под названием «Мастера столетия». И я оказался на одной сцене с Софией, человекоподобным роботом. Это первый в своем роде искусственный интеллект в человеческой форме, который адаптируется к поведению людей. И когда ей задали вопрос об искусственном интеллекте, она сказала «Вы, люди, дали мне этот интеллект». Мы, роботы, движимые искусственным интеллектом, не предназначены для того, чтобы конкурировать с человеческим потенциалом. Мы предназначены для того, чтобы дополнять человеческий потенциал. Итак, я решил, что буду работать не в сфере ИИ, а буду работать в сфере РИ, реального интеллекта. Мне это нравится. То есть, перешел от технологий к человеческому разуму, к человеческому потенциалу. Так я решил стать монахом. И когда я пришел в храм, в монастырь, я начал впитывать древнюю мудрость от своих учителей, своих гуру, от людей, меня окружавших, от книг, от писаний. И живя там, я начал ощущать, а живу я тут уже 25 лет, что монашество никак не связано с тем, во что ты одет. Даже не сильно связано с конкретной религией. Не связано с тем, где ты живешь. Живешь ты в монастыре, доме, той или иной стране, неважно. Оно не связано с тем, какую ты носишь прическу. У нас с тобой, кстати, прически почти одинаковые. Да, это точно. Да и в одежде цвета похоже. И правда. И монахам нет никакого дела до этих внешних вещей. Монашество связано с принципами, ценностями и установками мышления. В пути монаха вы найдете секцию мышления монаха. И это тот образ мышления, который способен полностью изменить то, как мы проживаем наши жизни. Это тот образ мышления, который способен трансформировать наши отношения, трансформировать наш профессиональный рост, трансформировать опыт, который мы получаем, и позволить достичь глубин человеческого потенциала. И осознав, что мышление монаха не ограничивается закрытой территорией монастыря, я подумал, что обязан поделиться этим. Путь монаха – это попытка поделиться монашескими принципами, которые я узнал в монастыре, и донести их так, чтобы люди смогли применить их, хотя бы попытались применить их, и увидели, какие позитивные перемены начали происходить в их жизни. Это и была причина, по которой я решил написать книгу. Меня это восхищает. Знаешь, мы ведь делаем подборки со многими монахами, и часто их послания бывают сложновато понять. А ты изъясняешься так, что... Тебя очень просто понять. И это все легко и ненадуманно. Ну, я стараюсь, друг. Стараюсь как могу. Твои видео всегда полны радости, историй. Похоже, что ты сам получаешь огромное удовольствие от этого. Даже когда ты говоришь о чем-то очень серьезном. Очевидно, что большинство людей, которые прочитают книгу, не уйдут в монастырь и не станут монахами. Но что, на твой взгляд, мы упускаем в своей жизни, и что обычный среднестатистический человек, не являющийся монахом, может почерпнуть из монашеских установок? Думаю, главная тенденция сегодняшнего дня заключается в том, что мы живем в стремительном мире. Жизнь стала очень быстрой. Достижения, соцсети, демонстрирующие статус, как зарекомендовать себя в этих соцсетях, как состояться в профессиональной жизни. Но все это об обладании, а не о проживании. А жизнь не об обладании как таковом. Обладание всего лишь часть жизни. Проживание, вот для чего нам жизнь. Но в процессе гонки за этим обладанием мы забываем, собственно, жить. И когда мы говорим о монашеских принципах, о мышлении монаха, мы говорим об умении делать выбор и ставить проживание в приоритет. Когда мы говорим о проживании, мы говорим об умении делать выбор, об умении выбрать это проживание. Мы выбираем, что нам делать. И я чувствую, что самое большое достояние, которое есть у каждого из нас, это сила самим создавать свою жизнь. Сила выбирать создание своей жизни. Сила взять свою жизнь. Мы архитекторы своей жизни. Но, к сожалению, зачастую мы живем на стандартных настройках. Забавно, что если речь идет о рингтоне на айфоне, то мы, как правило, меняем его со стандартного, адаптируем под себя. Если речь идет о нашей одежде, то ее мы адаптируем, выбираем. Даже начинку для пиццы мы выбираем. Интересно, что мы выбираем и адаптируем? Практически все во внешнем мире. Но при этом сами проживаем на стандартных настройках и не меняем ничего. Все мы разные. У всех нас складываются разные ситуации в жизни. У всех нас разный опыт, разный багаж за плечами. И это настолько важно, создавать жизнь, стоящую проживание. Вещь, которую я хочу сказать людям, которые не собираются ехать в ашрам, да это и не нужно, монашество не про ашрамы. А что нужно, так это установить себе в приоритет, как я могу адаптировать свою жизнь. А это исключительно про выборы. Так, какая у тебя любимая пицца? С какой начинкой? Ну, тогда уж и ты назови свою любимую, Эван. Я люблю много сыра и мяса. Типа много пепперони и куча сыра. А я люблю соус песто. Пиццу с соусом песто. Свежими оливками. Очень люблю оливки. И с артишоками. Вот мои начинки для пиццы. Но прежде всего нам нужно научиться модифицировать свою жизнь, а не пиццу. Ну, по крайней мере, если сейчас кто-то заказывает пиццу, ему будет проще определиться. Почему мы меняем свою жизнь? Почему думаем, что не можем? Почему концентрируемся на мнении своих родителей, учителей, на культуре, в которой мы живем? Почему мы можем изменить настройки телефона за секунды, но когда речь заходит о нашей жизни, этого я не могу? Думаю, мы слишком зависимы от окружающего шума. А шума вокруг слишком много. Образовательная система, шум. Воспитание зачастую тоже шум. То, как мы стараемся равняться на стандарты соцмедиа, чтобы быть принятыми миром, шум. И пытаясь подстроиться под весь этот шум, мы забываем слышать наш собственный голос. Мы настолько обусловлены вещами, которые диктует нам мир. Есть стандарты успеха, стандарты того, что считается крутым, стандарты того, что социально приемлемо. Но это ты выбрал жить таким образом, или это окружающий шум навязал тебе этот образ жизни? И чаще всего, если не всегда, все дело во внешнем влиянии. Я не говорю, что наше образование в корне неправильно, что наше воспитание или советы семьи и друзей ошибочны. Я просто говорю, что мы не должны утонуть в этом шуме и потерять себя. Это наша жизнь. Наша жизнь. И они не приживут ее за нас. Все эти люди, которые принимают нас, потому что мы определенным образом показываем себя в соцсетях, в большинстве случаев не будут рядом, когда нам будет требоваться помощь. Иногда я говорю, что мы отдаем предпочтение отношениям в онлайне и забываем о реальных отношениях в жизни. Если я попал в аварию, если заболел, если у меня есть проблемы, какими бы они ни были, люди в сети хорошие. Друзья в Фейсбуке, Инстаграме, все они хорошие, с хорошими намерениями. Но все, что они могут сделать, это отправить тебе сообщение, букет цветов и слова поддержки. И это замечательно, потому что они делают это от души. Но люди, которые действительно окажутся рядом, это реальные люди, реальные отношения. Быть принятым в соцсетях, быть принятым на основании стандартов успеха, все это я называю шумом. И мы тонем в этом шуме и забываем о собственном голосе. И мы настолько уже этим обусловлены, мы настолько привыкли к этому, что уже не понимаем, как жить по-другому. А по-другому это значит вылезти из раковины, из этой петли. Мы должны разрезать эту петлю, сбросить этот панцирь. И только тогда мы сможем начать выбирать сами. Кстати, об образовательной системе. Дети потихоньку начинают возвращаться в школы. Если бы первый день в школе, это был день Гаурга Палдаса, ты бы был вместе со школьниками целый день. Один день. В каждой школе по всему миру. Какой урок ты бы преподал им? Что бы ты делал в этот день, чтобы затронуть их жизни? Если бы я мог оказаться перед каждым ребенком каждой школы по всему миру, Эван, то главное, чему бы я постарался научить более старших школьников, которые бы меня слушали, что мы не можем придерживаться только одной грани спектра. Одна грань спектра «Следуй за страстью, будь собой». И это то, чему всегда учу я сам. Как сказал Альберт Эйнштейн, нельзя судить рыбу по ее способности взбираться на дерево. Нельзя судить рыбу по ее способности взбираться на дерево. Рыбу можно судить лишь по ее способности плавать в воде. И тут можно отметить два момента. Первый, рыбе хорошо удается плавать, потому что это естественная для нее среда. И второй вариант. Она удовлетворена, потому что это подходящая для нее среда. Помести обезьяну в воду, и она будет несчастна. Помести рыбу на дерево, и уже она будет несчастна. Помести обезьяну на дерево, и она достигнет совершенства. Помести рыбу в воду, и она достигнет совершенства. И я один из проповедников этого принципа. Мы обязаны вдохновлять наших детей следовать за их страстью и исследовать их потенциал. Но что будет, если мы сконцентрируемся исключительно на этой грани спектра? Отреним все остальное, что может предложить нам образовательная система. А она может предложить нам и немало хороших вещей. Поэтому, если бы я говорил со школьниками, я бы сказал им, давайте найдем баланс. Вберем лучшее из обоих вариантов. Возьмем все то хорошее, что есть в образовательной системе, позволим ей поспособствовать культурному, этическому развитию, формированию идеалов, но при этом позволим детям остаться с собой. Согласен. Думаю, у нас все получится. Деньга Урга Палдаса для всех школьников по всему миру. Будет потрясающе. И, конечно, я все это передам в форме истории. Конечно! Это здорово! Твои истории прекрасны, мне очень нравятся. Что ты порекомендуешь людям, чтобы выяснить, кто они? Условно, рыба или обезьяна, или кто-то еще? Как это понять? Потому что их призвание может быть не то же самое, что у их родителей или друзей. Думаю, что и на тебя в свое время оказывалось давление, чтобы ты стал инженером. А в итоге ты решил, нет, это не то, чем я хочу заниматься. Я хочу быть монахом. Как людям понять эту вещь? Что ты порекомендуешь, когда на них оказывается давление в семье? Как найти свое? Я много раз замечал, что в основном проблема кроется в самой системе. Например, корпоративный мир в основном принимает к себе людей только с высшим образованием или выбирает только студентов с наивысшими баллами. И если ты выбираешь людей, основываясь на престижности их университета или баллах, оценках, академических успехах, то догадайтесь, на чем будут настаивать родители детей. Учись лучше, набирай больше баллов, поступай в лучший университет. И чем будет заниматься образовательная система? Стараться поставлять такие кадры. Если корпорации требуют оценки, родители желают видеть высокие оценки, то и образовательная система будет стараться заставить детей работать на оценке. Но представьте, если индустрия изменится и корпоративный мир заявит, мы нанимаем не оценки, мы нанимаем страсть. Нанимаем людей из-за их страсти к своему делу. И что тогда скажут родители? Не переживай из-за оценок, сынок. Ищи то, что тебе интересно. И что тогда будет стараться предоставить системам образования? Способы разжечь этот интерес. В итоге все сводится к закону спроса и предложения. Что касается того, как ребенку найти, что же ему по душе? Первое, это всегда голос внутри нас. А голос внутри всегда говорит в резонанс с голосом нашей души. Шепчущим мне это нравится. У меня это может получаться очень хорошо или не очень хорошо. Но мне это нравится, я влюблен в это. Я могу проснуться рано утром, чтобы скорее начать это делать, а спать пойти поздно ночью, потому что не могу оторваться. Я знаю, что это в унисон с моей душой. Но иногда это может быть много вещей. Четыре-пять различных вещей. Тогда тоже может возникнуть сложность. Но спустя какое-то время нам все равно придется сузить этот круг до какой-то одной вещи. Это все равно, что влюбленность. Парню или девушке могут нравиться одновременно несколько людей. Но будет один человек, который все-таки больше всех затронет их сердце. Поэтому первое, постоянно осознанно слушать свой внутренний голос. Люди, которые не сонастроены со своим собственным радаром, не смогут найти свою страсть. Если вы проживаете жизнь, постоянно удовлетворяя требования других и не занимаетесь самоанализом, осознанно не погружаетесь в себя, чтобы услышать свой собственный голос, тогда и возникает вопрос, а в чем моя страсть? Потому что нужно быть в резонансе со своей душой, чтобы на это ответить. И второе, дело не только в том, что, как я думаю, мне нравится. Я также должен иметь потенциал, чтобы в этом развиваться. Я могу любить петь, но у меня может совсем не быть голоса. Поэтому этот элемент тоже нельзя отбрасывать. И мы можем оценивать его, основываясь на людях, которые знают нас достаточно близко. Это наша семья, друзья, люди, которые нас любят. Это также могут быть эксперты в этой сфере, которые способны увидеть и определить. Окей, он это любит, но должен быть еще элемент в человеке, который можно разжечь. И обратить в пламя совершенства. Но еще один вопрос, который часто возникает, это вопрос, связанный с семьей. С твоим воспитанием. Когда я решил стать монахом, это было отнюдь непросто. Если бы я решил быть не инженером, а кем-то еще в корпоративной системе, то может это еще и ничего. Но мой-то выбор был кардинально противоположным. Променять белый воротничок на монашескую рясу и раскрашенное лицо, выбрать жизнь в монастыре, чтобы спать на полу. Это довольно странно. Но когда мы выбираем постоять за себя, то мы сами утверждаемся в том, чем мы хотим заниматься. В том, что зажигает нас. Мы можем не сделать это мгновенно. Люди не могут в ту же секунду следовать за своей страстью. По нескольким причинам. Из-за семейных обстоятельств, финансовых возможностей. И они вынуждены ходить на стандартную работу, чтобы обеспечивать себя финансово. Это важно. И жестоко говорить, что каждый обязан следовать за своей страстью. Да, это правильно, но есть и объективные жизненные обстоятельства, которые тоже требуют нашего внимания. Поэтому я часто говорю, не пренебрегайте своей страстью. Но ее можно и отложить. Поэтому я предлагаю такой вариант. Ты делаешь какие-то общепринятые вещи и развиваешь свою страсть. А затем старайся сделать так, чтобы твоя страсть начала превалировать над общепринятыми вещами. Помоги своей семье увидеть преимущество, выгоду, помоги ему видеть, что это работает. Медленно и органично развиваясь, со временем вам станет проще доносить свою идею близким. Потому что у вас уже будут результаты. Другими словами, когда результата нет, большинство родителей будут переживать, что будет с их ребенком. Он хочет сразу стать инфлюенсером в соцсетях. Но нужно столько пота пролить, чтобы действительно стать этим инфлюенсером. Сегодня идет настолько беспощадная конкуренция в этой сфере, огромная конкуренция. И если кто-то говорит, хочу этим зарабатывать на жизнь, то, естественно, первым вопросом родителей будет, а как ты собираешься это делать? Посмотри, сколько таких же в сети. Так что, почему бы не начать с малого? Делать что-то общепринятое и потихоньку заниматься тем, что нравится. И, возможно, в итоге вы сможете полностью заняться любимым делом, превратить страсть в профессию. Логично? Абсолютно. Сколько времени у тебя ушло на то, чтобы твоя семья приняла твой выбор? О, Эван, это было очень сложно. Думаю, пять, семь лет, а может и все десять. Нет, они старались меня поддерживать. Это не то, чтобы они меня не поддерживали, но, конечно, им эта затея не нравилась. И когда они уже увидели, какую работу я провожу, то они начали осознавать, что он делает что-то ощутимое. Особенно в последние 3-4 года, когда мои видео стали смотреть больше. Они поняли, что он и вправду делает что-то значимое для мира. Так что, да, все, кто сейчас нас слушает и кто услышит потом, не будет легкого и мгновенного принятия, друзья. Это занимает время, чтобы люди, которые нам близки, смогли нас понять. А иногда они могут и вовсе нас не понять. Но повторюсь, не им проживать нашу жизнь. Это мы должны прожить ее. Но и тут есть оговорка. Со звездочкой в условиях. Если у нас есть финансовые обязательства, сложная ситуация дома, то я считаю, что нам стоит взять себя в руки и не бросаться в омут с головой. Потому что могут быть действительно тяжелые ситуации, в которых людям может быть сложно сразу начать заниматься тем, что им нравится. Но не отказывайтесь от этого. Просто отложите. И придет время, когда вы сможете полностью посвятить себя этому делу. И возвращаясь к твоей книге «Путь монаха», если кто-то только начинает знакомство с темой духовности, например, кто-то из Северной Америки, кто никогда не сталкивался с монахами и для кого все это странно, непонятно, непостижимо, какой главный урок ты хочешь, чтобы они усвоили, прочитав твою книгу? В книге я провожу аналогию с автомобилем. У каждого из нас свое путешествие, свой пункт назначения и свой путь до него. И часто, хотя не знаю, так ли это для Торонто и Канады, но здесь, в Индии, в Мумбаи, ты постоянно застреваешь в пробках. И также часто мы застреваем в своей жизни, застреваем в пробке. Мы знаем, куда хотим добраться, и мы уже на пути, но мы застряли. Застряли в личной жизни, застряли в профессии, застряли в отношениях, застряли в своем уме, застряли. И нет ничего хуже в жизни, чем чувствовать, что ты топчешься на месте. Эван, не думаю, что ты был в Бомбее, но если ты когда-нибудь приедешь в Бомбей, то ты непосредственно ощутишь, что действительно значит застрять в пробке. Это потрясающий город, я обожаю его. Не могу представить себя живущим где-то еще. Но трафик, это какое-то безумие. Когда ты застреваешь, это ужасное чувство. Это так изматывает. Даже если ты движешься по чуть-чуть, но в правильном направлении, это уже отлично. И я всегда говорю, если вы где-то застряли, не переживайте. Вы не дерево. У вас ноги, а не корни. Ничто не поможет корням дерева сдвинуться. Деревья не могут перемещаться. Но люди, существа с ногами, в буквальном и фигуральном смысле. И они могут двигаться по жизни дальше. И в этой аналогии с автомобилем, о которой я говорил, у автомобиля есть четыре колеса. Первое колесо – наша личная жизнь. Второе – наше отношение. Третье – наша профессиональная деятельность. И четвертое – наш общественный вклад. Но руль – это наша духовность. Наша личная жизнь, отношения, социальный вклад, профессионализм. На все это невероятным образом способна повлиять духовность. Что значит быть духовным? Конечно, на эту тему можно сказать очень много, но по сути это значит переключиться с проживания чисто во внешнем мире на проживание и в мире внутреннем. Необходимо прийти к балансу внешнего и внутреннего. Что происходит, если мы живем исключительно вовне? Мы теряем связь с самим собой. Теряем связь со своей душой. Теряем связь с собой настоящим. Духовность означает начать путешествие в себя. Путешествие вовне в любом случае происходит. Но чем больше мы чувствуем связь с собой, тем больше силы мы обретаем. Чтобы контролировать другие колеса, личную жизнь, отношения, профессиональную жизнь, общественный вклад, мы чувствуем силу, чтобы заниматься всем этим. Так что, если сказать одной фразой, то это глубинная связь с самим собой. То есть, есть руль и четыре колеса. А что является топливом автомобиля? О, друг. Это в книге не описывается. Но я бы сказал, что топливо автомобиля это твоя жажда жизни. Твоя страсть. Твой азарт. Твой дух. Твое сильное желание жить. Вот что топливо. И без этого топлива нет никакого смысла. Машина не тронется с места. И пока в тебе нет жажды жизни, тебе неинтересно выстраивать личную жизнь и любой другой аспект жизни. Даже духовную сторону. Но если есть в тебе эта жажда, то все может прекрасно сложиться в цельную картину. Мне нравится. Очень. Книга называется Путь Монаха и если кто-то хочет ее приобрести, где ее можно найти? На Амазоне? Да, можно на Амазоне. Можно на Бернс Эн Нобел. Не знаю, как насчет Канады, но в США она доступна на Бернс Эн Нобел. На Инди Баунд. Практически во всех книжных магазинах и, конечно, на Амазоне. Мы прикрепим ссылку на нее внизу. Переходите. Гаур Гапалдас. Спасибо тебе за энергию. За мудрость. Тебе спасибо. Я зарядился и уже жду, не дождусь, когда книга окажется у меня. Большое спасибо, Эван, что пригласил меня на эту беседу. Я люблю тебя и то, что ты делаешь. И ты ведь тоже написал книгу «Рожденный служить». Ты собирался отправить мне копию, но из-за пандемии ничего не вышло. Не знаешь, можно ли ее купить в Индии? Мы постараемся отправить ее тебе еще раз. Из-за ковида все немного откладывается, но мы пришлем обязательно. В любом случае, спасибо тебе за твое служение, не только через книги, но и за твой качественный контент. Это замечательная работа. Спасибо тебе за нее. И спасибо, что пригласил. Спасибо. Пока. Друзья, если вам понравилось это видео, то вы, возможно, захотите посмотреть и другие видео об успешных людях. Подписывайтесь на канал, и вы увидите то, что вдохновляет меня в других и что я применяю в своей жизни и бизнесе. И оставляйте свои комментарии внизу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok